Приветствую вас. Как вы понимаете, курение является привычкой. Привычка, любая привычка, это прочно интегрировано в человеческий образ жизни действие. Точное и глубоко интегрированное действие. То есть это привычка, мы ее посытнее замечаем, иногда и не хотим замечать. Такое бывает, не часто оно бывает, мы не хотим замечать. Люди, которые хотят бросить курить, они не всегда хотят этого действительно, ну то есть по-настоящему. Часто они хотят это сделать, ну в силу ряда причин. Например, причины могут быть такими, допустим. Вот. А что, кому-то это не нравится, да, там, соответственно, кому-то это неприятно. Кто-то считает, что вообще так быть не должно. Но, ну и так далее, и так далее. Мать. То есть, а, вот конкретно, сначала надо определиться. А, значит, хотите ли вы реально бросить курить? Вот. Если да, то тут уже, соответственно, действует то, о чем сказал мой коллега. То, что вам это дает, что вы получаете, историю того, как вы начали курить, и так далее. Какие эмоции испытывали. Вот. Ну, в самый первый раз, когда начали курить, то это были эмоции. Что вам это давало? Вот. Вот. И, соответственно, тогда уже можно будет что-то вам рекомендовать. Потому что, вообще, наше видно, что у всех ситуации, уникальные, вот, в том числе и у вас, и двух одинаковых людей не бывает. Поэтому, лично вы, лично вы, скорее всего, а, значит, ну, курите по, какой-то своей причине. Вот. То, что нужно сделать, это просто этой причиной найти. А дальше, а дальше нужно просто заменить. то, что вы получаете, да, от того, что курите. Ну, надо просто заменить и, соответственно, удовлетворить по-другому. Вот и все. Ну, вопрос в том, хотите ли вы реально это делать. Подгодите вы, хотите ли вы разбираться. Вот. С этим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Небольшой такой подскриптум. Две основных причины курения, это недостаток любви, оральное поведение, то есть через рот вы втягиваете дым, да, то есть это повторяйте младенческий инстинкт потребления материнского молока, это первичная потребность к любви. И вторая причина тоже, это уход, то есть расщепление. То есть вам говорят, что вы плохой, вы соответственно делитесь всегда плохим и уходите в сигаретный дым, где вам хорошо. Это по сути мир иллюзии, мир фантазии. Две основные причины. Ну, так просто вам на будущее. В качестве информации для размышления.